Всем здравствуйте! Говорят мне, что я в эфире. Для тех, кто к нам присоединился только сегодня, а не вчера, я, повторяю, значит, блог приветствий, зовут меня Георгий Курячий, я работаю на факультете с момента поступления на факультет, потому что я преподавал в вечерней математической школе информатику с первого курса, значит, с 1987 года. Да, где-то с 99-го года я читаю спецкурсы по ЮНИКС-системам, а с 2003-го при поступлении я пошел работать в компанию Альт-Линукс, нынче базали ТСПО, соответственно, эти курсы превратились в курсы по ЮНИКС, по Линукс. Вот, значит, примерно с того же года я читаю как раз курсы по питончику, вот, которые мы сейчас присутствуем. Этот курс в текущем формате, он же 8-й или 9-й, вообще какой-то не 1-й, а нет, этот как раз не 9-й, а где-то 4-й, но не важно. Вот, и я обещал жаловаться всю неделю, пожалуй, и сейчас. Значит, не ожидайте в этом году каких-то откровений, открытий по сравнению с курсами прошлого года, поскольку я в этом году читаю сразу три спецкурса, мне это тяжеловато, с учетом того, что основное место работы у меня как раз компания Базальт-СПО. Вот, к вопросу о компании Базальт-СПО в этом году, после 20 лет такого неявного спонсирования моих лекций, потому что я это делаю все в рабочее время, вот, работая в компании на полную ставку, компания решила все-таки как-то присоседиться к нашим с вами встречам, вот, поэтому, скорее всего, на смонтированной лекции появится логотип, вот, и вот, кстати сказать, присутствующий здесь Виталик делает это не за бесплатно, а на деньги компании, вот такие дела. На этом наша реклама закончилась. Ну вот, у нас с вами сейчас будет разговор про совместную разработку приложений на питон, вот, это второй курс из цикла по питончику, который, значит, я читаю на факультете. Кажется, он является кафедральным для кафедры СВК, поэтому здесь так много народу, вот, все пришли посмотреть, что же это такое. Для всех остальных было бы неплохо, чтобы вы либо просто прошли вот этот курс прошлого года, посмотрели, что там, либо осознавали себя в теме и способными, значит, к знанию питона, потому что знание питона нам с вами понадобится. Относительно того, чего у нас будет в ближайшем будущем, можно просто посмотреть на план прошлого года. Вот, примерно половина курса где-то вот это разговор в основном про гид, вот, про гид и немножко про всякие техники разработки на питоне, вот, ну, такие простейшие, да, там, как сделать виртуальное окружение, там, как поставить пакеты, ну, вот это вот. Вот, посредине курса где-то в конце марта, начале апреля у нас будет два события. Во-первых, мы начнем изучать всевозможные инструменты разработки для питона на питоне, связанные с разработком приложений, там, документирование, перевод, тестирование и так далее. А во-вторых, вы должны будете к этому моменту разбиться самостоятельно, разбиться на такие команды, минимум по два человека, вот, оптимально как раз два-три. И отчетом по данному курсу будет совместный проект, разработанный этой самой командой, в котором в совместном проекте есть гид-репозиторий этого проекта, вот, с нормальной дисциплиной коммитов туда, про дисциплину коммитов мы, разумеется, будем разговаривать, и с использованием всех вот этих инструментов, о которых, ну, как минимум, вот этих, вот этих, да, документирование, стиль, тестирование, автомейшн, отчасти немножко, немножко создание дистрибутива. Вот, и, соответственно, по всем этим параметрам будет, значит, замер, и это будет ваша основной, основная работа, которую нужно будет показать вместо экзамена, вы будете, придете, будете показывать, рассказывать, как вы все сделали, это будет защита ваша. Вот, но также, так же, как и в прошлом семестре, по нашим лекциям есть домашние задания, вот, их тоже надо будет делать, я не очень понимаю, прям скажу, не очень понимаю, насколько я буду сильно их проверять, вот, но если они будут, то, пожалуйста, делайте их, это для вашей же пользы, и в случае, если, например, у вас какой-то из критериев хромает, вот, будут требования к семестровому проекту, там будут описаны критерии, то вы можете сказать, что вот мне для семестрового проекта не понадобилась, ну, не знаю, там, интернационализация, потому что это какой-то библиотека, в которой нет интерфейса, но вот, пожалуйста, домашка с интернализацией, сделанная вовремя, в которой все есть, вот, примерно такие у вас будут требования к домашним заданиям. Вот, все, это, значит, то, что у нас ждет на этом курсе, теперь, собственно, первая лекция, вот, такая чистая бла-бла для того, чтобы те, кто меня слышит в первый раз, привыкли к тому, как я болтаю, а там, кажется, будет, да, кажется, будет регистрация в репозиторе с домашними заданиями. Вот, 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 значит, давайте немножко поговорим вообще, почему питончик, вот, вы не слышите здесь разговора питончик, потому что на нем больше половины всякого data science делается, потому что я в data science не умею, и вообще считаю, что эта часть IT, это такая инженерия данных, где, в общем, программирование сведено до уровня калькулятора. Я, конечно, ничего плохого не говорю про это, я, когда еще учился в школе, у нас был курс, как на калькуляторе делать, на калькуляторе с помощью бумажки с промежуточными заданиями делать страшные вычисления, вот, разумеется, в каком-нибудь Юпитере, в питоне это делать гораздо приятнее, намного лучше, и вот это все, да, просто мы с вами занимаемся разработкой, а не, вот, меня тут троллят в интернете, говорят, что у меня прикольный парик. Нет, это не парик. Я привык к этому, по-моему, где-то уже лет, 20, почему-то мне говорят, что у меня прикольный парик. Значит, теперь относительно того, почему мы продолжаем заниматься именно питом. Как человек, который 20 лет работает в компании, занимающийся свободной операционной системой свободных компонентов, у нас все вообще полностью свободное, за исключением дистрибутивов как таковых, потому что они содержат продукт самой компании, и там есть разные штуки, но, опять же, для нас с вами, для частных лиц, они совершенно бесплатные, скачиваешь, работаешь, что хочешь, делаешь. Вот. Мне очень важно, чтобы те инструменты, которые мы с вами изучаем, были немедленно применимы in real life, без всякого там принуждения к покупке и всем остальным. Вот. И в этом смысле питон, это как раз очень хороший показатель, изначально он сразу развивался как свободный проект. Вот. Это Ричард Наш Столман, разумеется. Вот. Это Брюс Перенс, кажется. Да. Это, я думаю, ESR. Этот самый... А, это Лесенка. Ну, в общем, вот. Он изначально развивался под свободной лицензией. Вот. В рамках... Сначала, значит, Гвидо придумал какую-то свою собственную лицензию. Вот. Ну, кстати, и сейчас она такая же. Но эта свободная лицензия совместима с одной из самых известных свободных лицензий из ГПЛ, поэтому все с питоном совершенно хорошо и нормально в этом смысле. Вот. Это значит, что сам язык питон, сам язык вполне доступен нам с вами для того, чтобы туда помещать свои хотелки, прямо в язык, да, в стандарт языка, помещать свои хотелки, мы об этом еще поговорим, исправлять баги и все такое. То есть, вот, берете, он написан на C. Кстати сказать, Гвида Ван Россом, создатель языка и автор большей части кода, очень хороший программист на C. Если вы хотите поучиться, как программировать на C, каков хороший стиль разработки, глядите в исходнике питона. Вот. Откровенно рекомендую так делать. Особенно, если код написал сам Гвид. Вот. В этом плане сам... Когда разработка происходит открытой и, соответственно, распространение происходит под свободной лицензией, получается несколько плюсов, плюсов-плюшек, которые нам с вами вот здесь вот в университете, в учебном заведении выгодны. Во-первых, если разработка открытая, это значит, что мы ожидаем как сообщество любых людей, которые могут принести туда вклад, и никаких, значит, препон для входа или выхода в сообщество нет. Во-вторых, мы с вами, если участвуем в открытом проекте, никто не спрашивает, зачем мы это делаем. Может быть, мы хотим на этом поднять себе скиллы, как большинство здесь присутствующих, включая меня. Может быть, мы хотим просто прославиться, стать чемпионом мира в программировании. Может, нам просто по фану, вот, просто любим это дело в свободное от работы время. И так далее. Никто не спрашивает. Принес свой кусочек кода? Молодец, спасибо тебе. Следующий бонус, что можно стать влиятельной личностью в свободном сообществе, исключительно не можно, обычно так бывает, исключительно в силу заслуг. Вот чем больше ты вносишь хорошего вклада в сообщество, тем больше к тебе прислушиваются. Гвида долгое время, Гвида ван Россом, давайте я вам покажу Гвида ван Россом, вот, Гвида ван Россом долгое время был вообще то, что называется пожизненным добровольным диктатором собой сообщества Питон, то есть он обладал таким уровнем компетенции и такой значимостью, что вот когда между различными людьми в сообществе начинается неплодотворная дискуссия, вот, в какой-то момент они остановятся и говорят, все, значит, мы решить не можем, Гвида, приди и скажи, как надо. Гвида приходит и говорит, нет, не делайте этого. Или, да, делайте так. И все делают так, потому что, потому что так сказал общественно признанный добровольный диктат. Вот, говоря про этого самого добровольную диктатора, в 2018 году, то есть уже 5 лет назад, даже больше, произошла ситуация, которая показала, что сообщество настолько зрелое, что не нуждается в таком диктаторе. Значит, был, б-б-б-б-б-б, вот этот, был такой предложение, оно длилось довольно долго, вот, не помню, когда оно началось, про введение в Питон так называемого Уоллерс-Операйтера. Помните, в первом семестре у нас было, значит, операция связывания внутри, внутри айфметической операции, как в СИ. Две точа равно. Похож на маржа. Вот. Они пообсуждали это дело, значит, естественно, прибежали люди, которые говорят, вы что, у вас операция связывания внутри айфметической операции, у айфметической операции появляется побочный эффект. Помните такую тему, да, в СИ-20? Андрей Викторович Столяров ненавидит СИ как первый язык, просто потому что там все на побочных эффект построено, и у первокурсника может уехать крыша и не вернуться обратно. Вот. Значит, и вот такие люди прибежали, и там, значит, завелся вот эта неподлотворная дискуссия, та самая. Вот. Гвидо пришел, сказал, делайте волос-оператор нормально при таких-то ограничениях. Через некоторое время, значит, дискуссия продолжилась. Он сказал, о, смотрите. И причем там вышли титаны, которые что-то там такое начали продавливаться. Он говорит, смотрите, вы теперь лучше меня знаете, как надо делать, вы, в общем, правы. А я все, спасибо, я пошел на пенсию, наконец-то. Я могу заняться хоть чем-нибудь, кроме того, что разгребать ваши споры. Вот. Кстати сказать, оно все равно закончилось принятием этого самого волос-оператора. Статус файнал. С точки зрения разработчика, с точки зрения разработчика, открытый проект – это тоже довольно хорошее такое уютное пространство, в особой степени, конечно. Потому что свободная лицензия, она почти всегда сопутствует открытой разработке. Ну, понятно, да, значит, если мы принимаем тех людей, кто к нам просто приходит со своим вкладом, то понятное дело, что они должны получать весь продукт на руки как можно беспрепятственнее. Вот. Собственно, ради чего у нас мы здесь сегодня собрались и будем собираться раз в неделю, это распределенная совместная разработка, когда люди не сидят в одной комнате, не управляются одним конкретным, значит, лидом, который говорит, ты делай то, ты делай то, а потом, значит, еще все. А сидят, в общем, во всех уголках земного шара, уголках, вот, и тем не менее у них получается. Вот про это до какой-то степени мы будем разговаривать в ближайший семестр. Ну вот, и то же самое относится к информационному наполнению с открытого проекта без нормальной документации, которую понимает каждый, естественно, с некоторым порогом входа, да, открытый проект просто не живет. Если там кто-то что-то нахакал, сказал, вот читай мой код, мой код очевиден сам по себе, и тебе откроется DAO, естественно, успеха такой проект не возымет. Питон прекрасно документирован, как я говорил в прошлом году, с моей точки зрения, для человека, который знает, что такое программирование, не нужен учебник для Питона, он читает тьюториал и, в общем, постигает то самое DAO, которое у нас было в конце прошлого семестра. Вот. Ну так вот. Возвращаясь, кстати, сказать, к сообществу и тому, как развивается сам Питон. Напоминаю, что это то, чем мы заниматься не будем, просто сам язык очень удобный для примера. Питон развивается путем вбрасывания в сообщество таких штук, которые называются PEP. PEP – это Python Enhancement Proposals. То есть, любой человек может взять и написать, что вот, мол, я хочу улучшить Питон, потому что вот есть такая проблема, у нее есть вот такое решение, вот пример, как я придумал ее решать. Давайте так сделаем. Вот, ну, прям подряд, да, значит, как выяснилось, графа под названием «Что нового в Питоне 3.12» содержит ссылки на PEP, и эти PEP очень показательные, потому что они показывают разные стороны жизни сообщества. Вот, например, PEP 693, довольно не первый. Это предложение о том, как должен быть выпущен Питон 3.12. Вот его вносят, вносят некоторые люди, вот, говорят, что за лириз отвечает вот такой человек, вот, за Windows, за Mac отвечают такие люди, понятное дело, база Linux, разумеется, вот, да, и дальше вот предложение о том, как это будет происходить. это PEP, он пообсуждался, принялся, и кажется, кажется, он, конечно, файл, актив, а, актив, он еще не файл, потому что 3.12 продолжает выпускаться. Видите, у него есть, есть, вот, 3.12.1 actual, а expected еще, видите, даже график есть, который, разумеется, может нарушаться, если вдруг что-то не так. И это PEP про то, как заниматься выпуском. Но, пожалуйста, вот, другой совершенно PEP, 695, про который мы говорили в прошлом году, в 3.12 питоне теперь есть настоящий годный TypeDev, как в C. Это для тех людей, которые пишут на MyPie и вообще на статическом, статически типизированном питоне, вот, и смотрите, какая красота. Берем и пишем TypeDev, Point теперь будет означать Tuple из двух значит, флотов. Все, и дальше мы можем говорить, вот, вот, а не Generic Eliasus, господи. Ну вот, это PEP, давайте на него посмотрим, как он выглядел. 695. Вот, пожалуйста, некий Эрик Тодт из Microsoft. Я напоминаю, что у меня сильное подозрение, что именно компания Microsoft активно спонсирует статическую типизацию в питоне, потому что им нужна разработка больших и сверхбольших приложений, а это тяжело в случае, когда вот все очень динамическое, и любая, любая описка, только в продакшене, окажется ошибкой. Да? Вот. За него проголосовал немножко Гвида. Вот. вот описание, вот motivation, почему нам нужен TypeDef, вот, вот в чем проблема, с которой мы боремся в этом TypeDef, вот примеры, как это должно быть реализовано, вот как это должно быть, значит, specification формально устроено, вот, и дальше там идет описание, 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 где-то в конце должно быть обсуждение. Обсуждение. Вот пример, как это в разных языках устроено, ну, короче, человек подготовился. Вот. Они пообсуждали и приняли, accepted. Вот. Давайте еще какой-нибудь теперь посмотрим, чтобы было понятно, что они все разные. Ну, это тоже предложение по синтаксу в 13-м питоне F-стринге, форматные строки, партятся самим питоном, а не функции, которых вызывает, мы об этом говорили в прошлом семестре. А вот, например, предложение по глобальной переработке питона. Теперь, значит, global interpreter log будет не на весь интерпретат, не на весь питон, а на отдельный интерпретатор. Вот. Это позволит блокировку, если у вас несколько интерпретаторов в памяти, эту блокировку немножко, немножко упростить. Или вот, например, следующий пеп про то, что введены, введен прям специальный специальный подмодуль модуля SINCE, который называется мониторинг, он появился в 13-м питоне, который позволяет заглядывать в происходящие процессы, в процессы, происходящие внутри интерпретатора, вот, при этом, делая это достаточно легко, не перегружая, не перегружая, там, не замедляя выполнение в 20 раз, как это бывает при, допустим, подглядывании, который там, на каждый чих делает прерывание, смотрит, всю память потом возвращается обратно, ну, и так далее, и так далее, да, я не привел здесь примеры пепов, которые, значит, отклонены, самый классический пеп, это, конечно, оператор repeat, с постусловием в питоне, его несколько раз предлагали, и всякий раз отклоняли, потому что нет нормального способа, не дикого, способа организовать синтаксис так, чтобы был постусловием в питоне, ну, так устроен синтаксис, номер не помню, вот, еще раз, при адекватной, адекватном подходе и качественном изложении, любой человек с нормальными скиллами может быть соучастником питона, вот, вполне, теперь, значит, очередное, как это, как называется по-английски, мероприятие, которое происходит раз в полгода, у него есть какое-то специальное слово, ну, ладно, не будем сейчас гуглить, короче, очередное шоу, которое происходит раз в полгода, давайте мы зайдем на Python Package Index и посмотрим, сколько пакетов под, скорее всего, свободной лицензией, потому что несвободных пакетов там реально несколько сотен, сколько пакетов под свободной или свободно распространяемой лицензией сейчас доступно в сборнике пакетов под питон под названием Python Package Index. Вчера, когда я писал эту лекцию, их было больше полумиллиона 536 тысяч больше пяти миллионов, я ошибся, да? Да? Получается, что так. Вот. 5 миллионов 363 тысяч 906 выпусков. А, это выпусков. Вот. Больше полумиллиона, извините, не в ту циферку посмотрел. Больше полумиллиона проектов. 513, 791. Давайте сходим по ссылочке. Сколько их там сегодня? 513, 992. Вот. Все эти полумиллиона проектов вы можете скачивать и использовать в своих решениях, скорее всего, вообще без всяких ограничений. Скорее всего, они под той же самой Python License, которая разрешительна, то есть вообще никаких ограничений. Да? Вот. Если посмотреть в топике, вот тут есть справа топики, эти топики еще раскладываются на подтопики. Короче, вы помнили. Да? Вот. Для справки, давайте мы откроем наши спойлеры. Для справки, год назад их было 355 тысяч, два года назад 288. Такие дела. Это, конечно же, не означает, что все эти полмиллиона пакетов это суперполезные и нужные нам вещи. Вот. Это, безусловно, означает, что среди них есть дикое количество студенческих поделок, которые, значит, одноразовые, нон-монтейнабл и так далее, и так далее. Вот. Но они, как минимум, рабочие в том плане, что люди завели ключ, мы это, кстати, будем делать в конце семестра, оформили дистрибутив и сделали так, чтобы дистрибутив опубликовался на PayPay. Да? То есть, как минимум, люди об этом заботятся. Такие дела. Вот. Разумеется, то, что я говорил про документирование верно и в качестве и про оформление пакетов, вот, пожалуйста, вот так, наверное, лучше видно, учебник по тому, как оформлять пакет. Вот. К сожалению, наша задача чуть более широкая, чем просто Python Packaging, поэтому этим будем заниматься ну примерно одну лекцию. Вот. Но, тем не менее. Вот. вообще в какой-то момент, когда Python стал разрастаться, из него выделилось такое специальное сообщество под названием PIPA, Python Packaging Authority, который как раз занимается, во-первых, стандартизацией, пакетированием в Python, во-вторых, разработкой различных инструментов, нужных для этого дела. И вот этим инструментом мы как раз будем пользоваться. Некоторыми из них, как минимум. Вот, что я хотел рассказать про Python, такого базового. Вот. Мой поинт в том, что даже то, о чем мы будем говорить в течение этого семестра, это очень небольшой, однопроцентный слой того, что вам доступно для изучения, и, соответственно, для повышения вашего разработчиков, а не просто, значит, какого-то питоневого скилла, просто от того факта, что вы общаетесь с информационным пространством Python. Там, как это, перспективы совершенно безбрежны. Вот. И это, что касаемо, это было бла-бла про Python, соответственно, не бла-бла будет на следующей лекции, разумеется. Теперь бла-бла про гид. Да, конечно. Теперь мы задаем вопросы, конечно. Давайте. Абаханская ходная лекция, которая может быть немного абстрактных вопросов, или долгосрады, потому что питон это полностью отрывает решение, что оно полностью открыто, что любой может зайти и начать что-то делать. И у нас есть достаточно много действительно каких-то открытых вещей, и все равно, естественно, а за счет чего они финансируются, то иногда не будет. И на момент уезжающий микрозор вши-пансерии. А как ценно вообще что-то предпочитает? Ну, смотрите, это зависит от масштаба решения. Значит, вопрос был такой, как вообще существуют открытые проекты. Вот. Я могу целую лекцию про это прочесть, поэтому я постараюсь ее как-нибудь уменьшить. Да, вот у меня будет такая лекция, был у меня курс, который назывался кажется, дистрибутиву Линукс. Вот там как раз про это довольно много было, но, к сожалению, у меня нет времени на этот курс, я бы хотел его возобновить. Ну вот, если очень коротко, это зависит от масштаба проекта. Если это условно Two Men's Project, то у них у самих у этих Two Men's, да, есть, наверное, какая-то мотивация это делать, они бы, значит, не затеяли. Какая она, ну, какая угодно. Это помогает им в работе, они это как-то улучшают, это как-то улучшает их работу, они это делают, не знаю, там, потому что, особенно прикладухи всякие, потому что им удобнее рисовать и так далее. Удобнее решать их прикладную задачу с помощью и так далее. Если это какое-то комьюнити, как правило, успешный проект, у которого некоторый таргет, то усилия каждого члена комьюнити, в общем-то, не очень велики, большинства комьюнити, значит, свободное сообщество устроено примерно так. У нас есть ядро, примерно в 10 раз больше то, что называется активные участники, еще в 10 раз больше то, что называется аура, то есть люди, которые время от времени как-то принимают в этом участие. Вот это вот 10 и 10. Эти люди, как правило, их ресурсы не очень большие, они исправляют баги, они добавляют какие-то нужные себе фичи, от которых им только лучше становится. А вот что касается ядра, у него же возникает вопрос, а как жить на 100%, ну, как бы, 100% значит, посвящая время своему любимому проекту. Вот. Вопрос монетизации. Вопрос монетизации тоже решается очень разным в этом случае, если сообщество не очень большое, как правило, выясняется, что такой проект, который привлекает людей, и эти люди не просто люди, а они вот там, не знаю, ну, проект какой-нибудь среднего размера, проект, ну, допустим, сервер, синтаксический сервер для там того же Питона, да, вот, большинство разработчиков просто хотят, чтобы так работало, они готовы потратить свое время на то, чтобы это работало. А в какой-то компании, например, тебе просто приплачивают какие-то копейки небольшие в гугле каком-нибудь, 15% плюс к зарплате, за то, что ты сидишь и развиваешь проект, который помогает всем остальным программистам. Вот. Иногда бывает так, что люди просто, не знаю, иногда бывает донаты. Если у вас в ядре три человека, то даже минимальный донат на самом деле оказывается вполне съедобным. Ну, в общем, понятно, да, монетизация небольшого проекта с учетом того, что у вас достаточно приличное сообщество, она может быть. Если проект еще больше, он уже начинается встраиваться в бизнес. Вот. Компания Bazalt SPO занимается тем, что эксплуатирует сообщество Altinox Team, выпуская свои дистрибутивы и продавая их государству там, или не государству, в основном частным всяким корпорациям. Вот. И, в общем, на этом живет. Да? Тем не менее, все исходники дистрибутивов свободные, вот, скачивай и пользуйся. Вот. Или компания Opithon, у них есть целый foundation, в который донатят все, кому не лень. Потому что они понимают, что от этого самого питона зависит будущее там, не знаю. А в чем заключается тандажа кода, в котором полуостров и существует? Да мы же не код продаем. Мы продаем решение. Если вы, если вы, вопрос про тем, чем занимается Bazalt SPO, это немножко не по теме лекции, но тем не менее. Да, мы же продаем решение, в первую очередь. Внедрение продаем. Вот. На самом деле я вам говорил, что есть очень смешная картина. Вот вы берете операционную систему, полностью свободную, пытаетесь ее как-то поставить, там, не знаю, в какую-то организацию. И выясняется, что если она настолько свободна, что там в лицензии написано неограниченное количество установок разрешено, то у вас никакого бизнеса может не случиться с этой организацией, никакой поддержки, ничего, потому что придет юзица, скажет, что такое, там, не знаю, тысяча лицензий. Какие тысячи лицензий? Вот у вас написано неограниченное количество установок. Покупайте одну лицензию, и это будет ваш этот самый. Вот. Для того, чтобы завелись какие-то бизнес-отношения, есть специальные лицензии, чтобы вам было купить каждую лицензию в отдельности. Вот. Ну, это так работает. Вот. Вы на баланс не можете поставить операционную систему. Дебиан нельзя поставить на баланс. При всей его, Дебиана, технологичности. У кого его купить? Да? Вот в бухгалтерии что сказать? Такие дела. Ну, понятное дело, что еще там есть в первый, второй, третий уровень техподдержки, вот это все, но это... Вот. Вот. А еще бывают всякие штуки, если уж говорить про это. Бывают модифицированные версии типа того, что у нас есть сертифицированный дистрибутив, который передается естественно не через нас, а через людей, которые умеют продавать сертифицированные дистрибутивы, но мы имеем в своем проценте. И там деньги берут за сертификат, за бумажку. Немалые деньги, кстати сказать. Вот. Такие дела. Слушайте, давайте перейдем к ГИТу, потому что там тоже много бла-бла, а я хочу успеть за сегодня доблаблать до конца этой лекции, чтобы в следующий раз уже все руками делать. Значит, ГИТ как система контроля версий. Когда-то очень давно, когда деревья были маленькими, а компьютеры большими, существовала штука, которая так и называлась система контроля версий, РЦС, Revision Control System, видите, 1982 год. То есть, примерно тогда, когда программы стали больше, чем человек способен запомнить. Ну, может быть, нет, все-таки, все-таки позже. Но не важно. Вот. Идея стояла в том, что у вас есть файл, и про этот файл записываются истории его изменений, чтобы можно было посмотреть, какие изменения вы в него внесли и когда. Больше она ничего не умела, причем нужно было прямо в файле на оси оставлять комментарии для этого РЦСа, и этот комментарий, собственно, она РЦС обновляла, когда, значит, версия увеличилась. Вот это вот все. Вот. Выяснилось, что у такого инструмента, который, собственно, изначально предназначен был для того, чтобы отслеживать последовательности изменений, на самом деле не одна функция, а четыре. Помимо, собственно, версионирования, понятное дело, что все эти версии надо где-то хранить. Где-то. Вот. И вот в те, значит, запредельные годы, 80-е, понятное дело, что хранить это целая проблема, потому что диски были маленькие, и внезапно 100-500 версий одной и той же маленькой программы занимало много места. Это сейчас не занимает нисколько места, об этом мы чуть позже поговорим. Вот. Во-вторых, когда мы говорим про версионирование, очень быстро стало понятно, что гораздо интереснее не версия файла конкретного одного, а версия всех исходников на какой-то момент времени. потому что эти исходники на какой-то момент времени, например, работают. Потом вы внесли туда улучшения, они больше не работают. Тогда вы должны посмотреть, какие улучшения вы внесли по отношению к работающей версии во все файлы, да, и найти, собственно, почему это улучшение было ухудшением. То есть, вот, версионирование состояний всего. В-третьих, появилась необходимость работать с историей изменений, не как с линией, потому что у нас внезапно меняются не только отдельные файлы, но еще и вот эти состояния. То, что называется в ГИТе. Забыл. Ну, ладно, дойдем, вспомним. Вот. В результате у нас получается даже не дерево, а сеть вот таких вот переходов объектов друг в друга и состояния друг в друга, между которыми есть зависимость. Особенно удобно думать про эту сеть как про сеть, когда у вас идет несколько параллель, в параллель разработок одного и того же кода. Скажем, здесь идет разработка новой фичи, а здесь идет отладка и дебаг. Потом, когда, значит, происходит новый релиз, сливается сливается новая фича с мейнлайном и дальше по новому. Или, допустим, здесь разрабатываются документы, тесты. Да, 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 я имею в виду именно бранч. Совершенно справедливо. Когда у нас есть несколько параллельных разработок, тогда нам как раз особенно правильно думать об истории, не как о последовательности, как о сети. Урграф без циклов. Ну вот. А еще, на самом деле, очень важная часть системы контроля версии, и это внедрение в нее семантики того, смысла того, что происходит. Очень важно, чтобы в этой вот один файл превратился в другой, было написано, зачем он это сделал. То есть создание информационного пространства. Вот такие четыре задачи выполняет система контроля версий. и на самом деле уже к возникновению такой штуки, которая называлась ЦВС, видите, она прям так называлась Concurrent Version System, в том смысле, что можно было как раз ту самую параллельную разработку вести. Это было главное открытие. Все эти четыре задачи худо-бедно решались. Надо сказать, что именно ЦВС был таким перпробным камнем, очень широченно используемым. То есть реально некоторые большие проекты перешли с ЦВС на что-то другое год назад, два года назад, три года назад, пять лет назад. Но при этом в общем не лишенным изрядного количества недостатков. Поэтому следующим поколением была система Subversion, которая собственно большинством людей воспринимается как ЦВС на стероидах. Предполагалось, что если человек хорошо умеет в ЦВС, он просто без проблем приходит в Subversion, лишенным целой кучи всяких родовых травм ЦВС. А дальше пошло-поехало, потому что оказывается у разных людей разные предпочтения тому, как нужно вести разработку. Есть такой очень смешной проект называется Fossil. это One-Man Project, который делает один человек, который одновременно содержит в себе систему контроля версий, баг-трекер, вики, форум, систему рассылки, почтовые рассылки и чат. А, да, и технос еще. вот его логотипчик. Я даже знаю людей, которые им пользуются. Да, и сил хостинг он, естественно, потому что то, что когда вы разворачиваете в Fossil, он еще и веб-сервер, понятно, им пользуются даже люди. Я боюсь соврать, но кажется, еще один One-Man Project под названием ни много ни мало скуллайт лежит как раз в Fossil, который есть везде, как известно скуллайт, есть везде, как в том мемчике, помните, суперпроект, много компонентов, компонент, который поддерживает непонятный чувак в лобайне. Вот это вот как раз оно. Вот. Если поглядеть в википедию на список version control software, просто посмотреть на этот список. Он, кажется, закончился, а нет. Вот. Ну, вы поняли. Значит, если мы пользуемся классической централизованной VCS, version control system, не путать с CVS, version control system, то у нас есть классическая цифровая работа программиста. Мы синхронизируем все с хранилищем, хокаем, дальше подготавливаем к публикации и публикуем. Ну, то есть мы нахакали, дальше мы настраиваем все, что нужно, чтобы это красиво выглядело, как коммит и коммитинг. При этом коммита публикация это в точке зрения такой вот классической системы контроля версии это одно действие. Вот мы что-то сделали, результаты наших действий мы публикуем. Как ни странно, несмотря на то, что тот же CVS и совершен разрабатывались именно для совместной разработки, в классической ВЦС главная проблема это как раз совместная разработка. Ну, очевидная проблема это интерференция изменений. Понятное дело, что приходится мерзить то, Лиду приходится мерзить то, что Став наделал у себя в ветках. Вторая проблема, что вы у вас есть центральный репозиторий пока вы что-то делали туда кто-то что-то закоммитил. Вы этого, естественно, не видите. Потом попытаетесь значит у вас все работает, вы пытаетесь что-то закоммитить, а там уже что-то перекоммичено, опять требуется мерзь. да. Вот. Тем не менее, вот у нас практикум со мной везет Василий Викторович Балашов, который как раз пользуется даже ГИТом именно как централизованной системой контроля версии. У него есть какая-то дисциплина, в его команде есть какая-то дисциплина, которая позволяет с этими проблемами справляться. Но. Это когда команда единая. Мы же с вами говорим об совместной разработке, в том числе об открытой, когда каждый участник сообщества вообще-то говоря может участвовать в сообществе, может не участвовать, может что-то какое-то изменение докинуть в репозиторию, может не докидывать. Ну мало ли. Свобода мотивации, смотри начало лекции. Так вот, поэтому для таких людей было изобретено так называемый Distributed Version Control Systems, их тоже много разных, которые предназначены как раз для ситуации, когда нету централизованного репозитория, в которой все коммитят, а есть обратная ситуация. У нас есть много-много репозиторий друг от друга на следующих какие-то истории, и какой-то из этих репозиторий, например, можно объявить то, что называется Previous Source, куда втягиваются все изменения от участников проекта. Эти участники проекта в Previous Source коммитить не могут, а Лид просто берет и каждый день мержит. Вот Линус кажется до сих пор, ну или Грег как минимум, Круахатман, да, Линус уже вообще ничего не программирует, кроме, значит, своей поделия для дайвинга, ну, какую-то программу для дайвинга пишет. Вот, он только читает, он читает все вот эти исходники, он смотрит, как они мержатся, он мержит, и вот. Это я про ядро Линус говорю. Правда, выпускающим давно уже, Линус как бы немножко на песе, выпускающим там Грег Круахатман, который делает то же самое. Вряд ли он сам программирует сейчас. Вот. Вот ровно этим инструментом мы будем, такого рода инструментом будем заниматься, а еще важно понимать, что гид, как инструмент, очень гибкий, и там есть много разных дисциплин, мы будем рассматривать только одну, ну, чтобы не потеряться. Вот эту самую Sprecious Source. Вот. Немножко об истории как раз Distributed Version Control Systems. Я когда-то пользовался вот такой штукой, которая называется Darks. Darks — это страшное поделье, кажется, на Хаскеле. да, точно, видите, кабал, да? Вот. Страшное поделье на Хаскеле, которое реализует арифметику этих самых патчей, арифметику различий между различными версиями. У них там в голове какая-то математика, он это делает. Я отказался от Darks, вот в какой причине. Я держал в Darks, я держал свои конфиги, и их постоянно менял. Зачем я это делал? Потому что у меня есть несколько компьютеров, в частности, вот этот. Конфиги там везде одинаковые. На одном поменяешь что-то, на другом поменяешь что-то другое, на третьем поменяешь что-то то же самое, и нужно было это сливать. Все это отлично работало, за исключением того, что после там полутора лет эксплуатации, где была вот история этих коммитов, изменений конфигов, приобрела такое свойство, что Darks иногда минут по 15 жевал все вот эти, значит, матрицы этих преобразований, вот, и время от времени падал по отсутствию памяти. Вот, математика оказалась слишком жестокой. Вот, но тем не менее, это вполне, обратите внимание, живой проект, у него вон в 21 году был релиз. Ну вот. Да, а еще, еще у автора Darks и у автора Глазгу-Хаскерд-Компайлер, самый известный свободный компилятор под Хаскель-ГХЦ, есть спорт. Значит, автор Darks всегда пишет, значит, свой код так, чтобы он компилировался текущим Хаскелем и не компилировался следующим. И наоборот, вот они постоянно, значит, соревнуются. Я не знаю, зачем. Ну вот. Дальше было разработано еще парочка таких инструментов, как Меркурил и Базар. Кажется, они потихонечку тухнут. Правда, Базар до сих пор используется активно в этом самом Убунте, если мне не изменяет память. Вот. Да, Ланч Пазе, точнее. А вот Меркурил, кажется, сдает свои позиции, хотя в свое время это была очень популярная система контроля версий. Хотя, видите, она очень живая. Пожалуйста, 11 января вышел следующий. Ватс. Все нормально. Вот. Но, конечно же, мега-гига-популярная система контроля версий это гид Ватс, который обязан своему происхождению проделкам хакеров. История была такая. До определенного момента ядро Linux лежало в системе контроля версии распределенной, кстати сказать, и, в общем, довольно приличной, проприетарной, которая называлась BitKeeper. Автор этого BitKeeper делал проприетарный сервер, на котором лежало ядро Linux, и бесплатный, но не свободный клиент для Linux. Для Windows он был платный. И вот так это все жило. Он был очень удобный, все им пользовались. Вот. В какой-то момент клиент был на C написан. Без исходников. Бесплатный, но не свободный. Без исходников. В какой-то момент один из разработчиков Самбо и членов Самбо Тим Эндрю Триджилл по кличке Тридж. Самбо это, если вы знаете, свободная реализация сетевых протоколов винды, всяких там, авторизации, файлов, ну, всего-всего-всего. Вот. Ему надоело пользоваться вот этим клиентом, CISH, потому что он что-то не умел. И он взял просто ниткат, тогда это был тилнет, притилнетился к биткипер-серверу, обнаружил, что, как полагается, классическому системному приложению образца 90-х годов, там, текстовый протокол, сказал help, почитал этот текстовый протокол, и буквально там, за месяц написал свой собственный клиент на перле, который умел все, что умел биткиперский клиент бинарный, даже больше. Автор биткипера жестко обиделся, просто вот он пришел в ужас, сказал, все, не будет вам больше бесплатного клиента под Linux, и вообще, я сейчас вас выгоню, значит, ваше Linux-ядро, причем здесь Linux, кстати, если это был член самбо-тим, выгоню его, значит, со своего сервиса. Linus пришел в дикий ужас, обругал 3G, начал что-то там гнать, вот, причем, ну, он явно испугался, что сейчас вот просто разработка закончится, а это был год там, в общем, 2000 какой-то, вот, но, конечно же, он был неправ, не надо было гнать на 3G, и он это очень быстро осознал, ему сообщество сказало, чувак, ты что делаешь, тут какой-то проприетарщик на нас обиделся, а ты из-за этого гнобишь, значит, лучших людей. И движимый, значит, движимый угрызениями совести, Линус написал буквально за месяц, еще один, клиент-сервер на Перле, кажется, который назвал гид, гид, как вы помните, по-английски, мерзавец. я помню, когда внедрялась система автоматического перевода в Яндексе, было очень весело, она была рассчитана на художественную литературу, поэтому техническую документацию было очень весело переводить, гид, бисект, Яндекс-переводчик, тогда переводил мерзавец, делит пополам. выяснилось, что то, что наваял Линус, оказалось страшно удобной штукой, удобнее биткипера, его сообщество немедленно переписало на C для быстроты, и с тех пор это пошло по городам и весям, давайте посмотрим, какой это был год, 2005, вы понимаете, какой был бы ущерб, если бы выгнали с серверов и не было бы замены. Линус уже тогда был вовсю, во все дыры. Ну вот, значит, с тех пор это пошло по городам и весям, инструмент, сделанный разработчиком для разработчиков ради разработки, оказался страшно удобным, ну, к чему это привело сейчас, вы понимаете, да, гитхаб, например, или гитлуп. Вот такая вот история. Сразу скажу, что есть книжка по Линуксу, по гиту, которая называется гитбук, которую следует прокликивать регулярно. Она, кажется, есть даже на русском языке. Или была. О, есть. Она отчасти почти переведена. Нет, почти вся переведена, чуть ли не вся переведена. Такие дела. Вот. Разумеется, мы, как я уже обещал, пройдем несколько процентов от этой книжки за наш ближайший семестр, потому что, ну, она большая, надо прям сидеть над ней и вкуривать, чего, конечно, да, у нас нет. вот. В чем различие, главное различие с точки зрения обычного разработчика, вот еще мы не говорим про совместную разработку, в чем главное отличие гита, как представители D, дистрибью этот VCS, от обычного VCS. Давайте сначала про особенности расскажем, а потом про отличия. Да, Да, гит, конечно. Гит, для всего пригоден. Для этого так точно. Значит, собственно, я пытался перейти на еще что-то, кажется, на Gnoarch. Мне очень не понравился Gnoarch, я не помню, из-за чего, и я перешел на гит в результате. Ну вот, значит, в чем отличие распределенной системы контроля версии с точки зрения человека, который не занимается распределенной разработкой, даже вот оттуда. Во-первых, гит хранит вообще все, весь репозиторий хранится прямо у вас на любом месте, где вы с ним работаете. Это как раз ответка на вот то утверждение, что все версии всех программ это много, нет, не много. Наши нынешние винчастеры такие, имеют такие объемы, что вы никогда не напишите столько кода, никогда не напишите столько кода, чтобы забить ваш винчастер. там исключение составляют гипербольшие проекты типа того же ядра с миллионами строк кода, но ваш проект никогда не будет занимать столько места, что все его версии, всех его исходников хоть как-то повлияют на объем. Поэтому гит хранит полный репозиторий, то есть полную историю всех объектов, которые когда-либо в нем хранились, в любой своей инкарнации. на вашей локальной машине, на сервере, везде, где есть гид от вашего проекта, есть его репозитория. При этом на вашей машине, где вы еще и разработкой занимаетесь, помимо репозитория, есть так называемая рабочая копия. Рабочая копия это полный набор файлов вашего проекта, соответствующий какому-то состоянию этого проекта. Рабочая копия. То, что называется три, я вспомнил, как это называется с точки зрения гита, вот этот самый корпус текстов на момент какого-то времени. Называется три, дерево. Мы об этом еще будем в следующей лекции говорить, что деревьев в гите это не деревья. Так вот, значит, рабочая копия это те самые файлы, вынутые из этих объектов. И главная фича отличия распределенных систем контроля версии от централизованных в том, что в них как правило или всегда, я не знаю, но в гите точно разделены коммиты и публикация. Коммит это всего лишь очередное дополнение к вашему текущему локальному репозиторию. Вы всегда работаете только с локальным репозиторием, тем самым, который содержит все файлы и все истории всех объектов. Вы коммитите туда. этого, разумеется, никто не видит, скорее всего, про то, что вы коммитите в локальной репозитории. А для того, чтобы все изменения, которые вы проделали, стали видны людям, которые пользуются вашим репозиторием как источником, нужно эти изменения еще буду использовать микроническую терминологию запушить. Все равно я говорю коммитить. Вот коммитить и пушить. Привыкайте. У этих терминов есть русскоязычная замена, но она очень неудобная к произношению. Я буду использовать микронические термины. Макронический это значит термин, имеющий иностранный корень и приставки, и суффиксы, и окончания русские. Коммит это помещение изменений в репозитории. И поскольку вы работаете с локальным репозиторием, его никто не видит, а для того, чтобы он появился где-то чтобы можно было воспользоваться, коммит нужно запушить. И это приводит к существенному изменению, очень удобному, на мой взгляд, изменению правил дисциплины работы с хранилищем, который цикл выглядит так, а про то, почему это лучше, мы поговорим чуть позже. Цикл выглядит так. Сначала вы инициализируете репозиторию. А давайте я даже что-нибудь проделаю. во-первых, у меня остался, во-вторых, я хочу x-term побольше. Вот, x-term побольше. в-третьих, похоже, что с прошлого года остался репозиторий. Вот. Вот у нас репозиторий. Вернее, это у нас каталог. Мы говорим git init, фактически мы создаем пустой репозиторий, только его не видно. На самом деле его видно. Вот он. В этом пустом репозитории это и есть ваш полный репозиторий, это именно он. В нем хранятся те самые все объекты, всех версий, которые возникают в процессе работы с ним. Вот. Итак, инициализация репозиторий это первоначально то, что вы делаете с вашим проектом, чтобы там можно было что-то храниться. Вот. Тут, вы видите, ни одного коммита, ничего. Теперь вы начинаете набрасывать в ваш, в ваш, значит, в вашу рабочую копию какие-то файлы. Ну, какой-нибудь файл. Вот, например, файл с календарем. Вот. Обратите внимание на то, что набросав файлы в рабочую копию, вы еще ничего не делаете. Гид считает, что этот файл untracked, то есть он не знает, что с ним делать, он не считает его вообще частью вашего проекта. Вот. Для того, чтобы файл оказался tracked, то есть подготовлен к коммиту, его нужно добавить. Я воспользовался тем, что если добавить текущий каталог, то гид добавит в список отслеживаемых файлов все файлы в текущем каталоге, разумеется, за исключением того, что лежит в репозитории, потому что это и есть репозитория. Посмотрим на гид статус. О, видите, отличие состоит в том, что он знает, что этот файл, этот файл, как бы, действие, которое вы сейчас проделываете, это добавление файла, но с точки зрения гида, знаете, что это такое? Это патч надевнул. А, сейчас, git.div, не git.log, git.div. Вот, видите, если взять дивну, в котором ничего нет, и наложить на него вот этот патч, то появится наш файл. Это, чтобы не плодить сущности сверх необходимости, да, нет, нет, знаете, вот начинающий пользователь Linux говорит, как в Linux файл создать в редакторе? Я хочу создать файл. Ему говоришь, не надо создавать файл, просто записываешь туда что-нибудь, и он создастся. Вот так и здесь. Нету в ГИТе операции добавить файл. Есть операции сделать дивс с ничем. Но не важно. Важно то, что вот мы добавили его, и это пункт номер два, подготовка к Амит. В принципе, вот можно говорить список файлов, можно сказать звездочка, можно сказать точка, как я сказал, весь текущий каталог. Вот. Теперь мы оформляем коммит. Что мы, что это, что это значит? Вот сейчас файлы, которые я отметил, возможно, я отметил не все, будут перенесены в репозиторий и зарегистрированы там. Гид коммит. прежде чем они будут перенесены в репозиторий, мы по ходу переключаемся на решение задачи создания информационного пространства где-то. А именно мы описываем, что именно, какая именно задача решалась, когда мы совершали этот коммит. Давайте напишем на русском ради прикола. вот. Что-то я не вижу, почему. Ну, ладно. вот. Значит, смотрите, какая красота. Гид статус нам говорит, что гид статус говорит, что все нормально. Гид лог говорит, что вот у нас есть коммит. В этом коммите был добавлен файл с календарем. Мы даже можем сказать минус-минус статус, чтобы посмотреть, какие конкретно файлы у нас претерпели, какие изменения. Вот в файле календ было сколько-то добавлений. Сколько-то добавлений пишет нам гид лог. Возвращаемся к нашему циклу. Итак, оформление коммита. Вот. Что при этом происходит? При этом происходит сразу три вещи, на самом деле, в случае коммита. Во-первых, мы коммитим, то есть кладем в нашей репозитории сам файл в виде объекта, блок. Он тут один. Во-вторых, мы делаем такой снимок, то, что в ГИТе называется tree, а именно список всех файлов на момент коммита, которые лежали в рабочей копии и были актуальны. В-третьих, сам коммит кладется тоже. А вот. То есть, если мы сейчас заглянем в репозиторий, то мы увидим там три объекта. Вот они. Вот объект, в objects лежат. Вот объект и вот объект. я вонгую, что один из них будет календарем, другой самим коммитом, текст с текстом, третий деревом. Да, значит, объекты сжимаются слибом, потому что слиб это очень быстрая компрессия и достаточно разумная. Вот. Давайте мы попробуем прям питоном. Давайте скопипастим отсюда. импорт сис. Так, Python 3 минус c импорт сис, импорт слиб. Слиб я сказал. Да? Слиб. Принт. 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 Слиб. Точка декомпресс сис stdin точка буфер, потому что нам нужен двоичный файл. Точка read. Ну и чего тут? А давайте мы здесь напишем так фы. Вторая скобочка. Третья скобочка. вро. Закрывается. А фы равняется ну допустим вот это. Так, я что-то... нет, я тупой. Я тупой, надо было делать вот так. Это я перемудрил. Все проще. Надо прямо отсюда было читать. Вот, а это можно удалять. если кто не понял, это наш календарь. Только он прочелся по байтово. Ну давайте попробуем его декодировать. точка декод. Чего? А, это не просто наш календарь. Смотрите, календарь начинается вот отсюда. Да? А, слушайте, это не календарь, это дерево. Я тупой, смотрите, это дерево. Этот объект оказался деревом, который говорит, что оно состоит из файла kalend.txt. Вот это commit.id, а это права на этот файл. Ничего удивительного, что его нельзя подчищать. Дайте другой файл посмотрим. Ну короче, вы меня поняли. Каждый из этих файлов является тем, о чем мы говорили. Значит, если это не 7e, а скажем b7, это commit, в котором есть commit.id, к какому дереву он относится, вот, timestamp, когда он был совершен, и commit.message, который мы с вами написали. Ну и, естественно, не надо быть бабой ванкой, чтобы сказать, что вот оставшийся файл это, собственно, календарь. Вот их три. Вот. Главная фишка разделения на, давайте мы сейчас еще какой-нибудь commit сделаем. Вот, смотрите, у нас есть модифицированный файл календ.txt и, значит, untracked файл who, да, git от звездочка, переведет их оба в состояние, один из них new, другой modified, git commit минус m, ну, допустим, это commit message, который я сейчас не в редакторе буду делать, а, ну, давайте сейчас сделаем в редакторе. Если сказать просто git commit, вам запустится текстовый редактор, который будет редактировать ваш commit. Если вам лень это делать, можно написать вот так. вот, можно было бы не редактировать, передать с командной строки. Смотрите, как красиво выглядит git log. вот и наши коммиты. Причем, в этом коммите у нас два файла. Смотрите, минус-минус стат. О! Вот. Можно даже сказать git diff, только надо указать, с каким, с какой версией подифить. Вот. Что это означает? Если считать историю линейной, а у нас все коммиты линейно связаны с каким-то предыдущим, да, покажи мне разницу между последним коммитом, на который указывает специальное ключевое слово head, и предыдущим. Тильдочка это значит предыдущий. Вот эта разница. Здесь был добавлен файл, это патч надевнул, потому что была добавлена в файл who.txt строчка George, а здесь вот, пожалуйста, разница между коленд и коленд в разных версиях, что вот в конец была добавлена строчка такая. Ну вот. Так вот, последнее, что видим, надо будет сказать, что главная фишка разделения коммитов и публикаций, да, обратите внимание, что я ничего никуда, никуда не опубликовал. что поскольку связность, коммуникация, да, обновление информации, которая будет чувствительна для ваших товарищей, произойдет только после публикации, после того, как вы скажете git push на тот репозиторий, где у вас все это хранится. вы можете делать какие угодно изменения вот здесь. У вас будет опубликована сразу пачка коммитов, если их больше одного. А это означает, что не нужно делать так, как сейчас это делается в собвершине, что там каждый день люди что-то коммитят, вот такие страшные коммиты, один коммит, вот такое большое количество изменений, потом лид сидит, значит, глазками разбирает. Нет. Давайте делать по-другому. Одна задача, одно изменение, один коммит. Решили задачу, закоммитили, решили задачу, закоммитили. 100 коммитов за день очень хорошо. Это значит, что логика, которая будет потом мерзжить, 99 из этих коммитов пройдут сами-самой, потому что вы никого не затронули. Сотый окажется там, с кем-то конфликтует, и человек, пример же, значит, вот этот сотый коммит маленький, быстренько сольет. Вот. Главная фишка разделения коммита и пуша, то есть изменений и публикации, в том, что мы можем теперь строго соблюдать дисциплину одно изменение, один коммит. При этом вы не обязаны соблюдать другую дисциплину, что после каждого коммита у вас все продолжает работать. Поскольку вы это делаете на локальном репозитории, пускай он у вас работает после каждого пуша. Вот вы убедились, что пачка ваших изменений приводит к работоспособности проекта. Пушьте его, и у вас на сайте, в вашем репозитории публичном, окажется снова работоспособная версия. Такое вот послабление, которое как раз при совместной разработке, когда люди сидят в разных местах, очень сильно упрощает дисциплину. Такие дела. Смотрите, дело не в десяти строках. Решение задачи равняется коммете. Ну, подзадачей. То есть, если человек написал 200 строк и 10 функций, то почему нет? Особенно поначалу, когда идет бешеная разработка. Да? Другое дело, что, например, если это вообще одна и та же программа, которая без всех этих функций не работает, то вы, наверное, заранее договорились, кто какие функции пишет. А еще, наверное, заранее написали их спецификацию, где-нибудь опубликовали, чтобы, значит, пользоваться друг дружкиными функциями. Вот. То есть, понятное дело, что и обычно это все-таки какая-то совсем-совсем рыба, то есть, какой-то буквальный файл, который ничего не делает, лид пишет его, пушит, а дальше уже начинают на него навешивать плюшки или там отдельную библиотеку писать и так далее. Вот. Но, конечно, никто не говорит, что комит должен там быть меньше 10 строк. Ничего подобного. Комит должен решать задачу. То есть, у вас есть корпус текстов до вашего комита и после вашего комита. И в комит-метже написано, чем они функционально, семантически отличаются. Вот. Если для этого нужно написать в 10 местах 20 функций, значит, так и делайте. Хотя, я думаю, вам будет так неудобно. Скорее всего, вы напишите одну и тесты к ней, потом вторую и тесты к ней. Вот. Такие дела. Но да, да, значит, существует много разных дисциплин уже внутри ГИТа по тому, как оформляются комиты, по тому, как много информации нужно в комит-месседж втаскивать. Вот. Потому что есть и довольно... Давайте я попробую показать. У нас есть чуть-чуть времени. Как выглядит, например, можно еще вопрос? Да, конечно. То, что вводился сервинар, когда вы сделали идентифранилик, там вводилось сообщение, что, по-моему, create mode при такой строчке. Create? Это create, а mode это право доступа к файлу. А. И еще один вопрос. Вот это, вот это вот, вот это вот, только в восьмеричном виде, как это полагается. файл, 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 файл. Угу. утилиты патч. Соответственно, вот эти все, вот эти все обозначения, они относятся как раз к утилиту патч. Ну, например, у вас был файл из нуля строк, мы добавили одну. И это и есть патч на пустой файл. У вас был файл, в который у нас было, начиная с шестой строки, что там, шестой строки было три строки, а теперь у нас начиная с шестой строки будет четыре, потому что вот еще одна. Вот. На этом основании утилита, ну, сам гид, а еще более умная утилита патч может приложить даже имеющийся патч к файлу, который немножко по-другому выглядит, у которого поменялся контекст. Но об этом мы тоже будем говорить. Вот. В среде есть какие-то как-то соглашения о том, как писать стекста рейки. Есть, про это мы тоже будем говорить. Они бывают очень разные. Общее соображение я уже высказал, оно одно. Вы должны описать, какую задачу вы решили этим коммитом. Потому что, если у вас нет, то есть, если вы сделали такие изменения, по которым вы не можете рассказать, какую вы задачу решили, скорее всего, это, ну, недокоммит какой-то. И при этом, да, одно изменение, один коммит. Вот. Но дисциплины оформления коммит-месса я как раз хотел попробовать показать, но почему-то я не помню, где она. Вот. Вот, например, например, в этом сообществе, как видите, очень коротко, очень коротко сообщают о том, как выглядит, как выглядит коммит-месса, хотя, обратите внимание, что дисциплина это однострочник, а тут еще потом делается многострочное пояснение того, что делать, вполне себе соблюдается. да? Вот тут не соблюдается, тут, видимо, хватило, хватило, значит, пофиксить. Вот. А где-то еще, сейчас я попробую вспомнить, было прям очень-очень много. Давайте посмотрим, что там у Open Wall лежит. Давайте мы, я попробую тогда, когда мы будем говорить про дисциплину оформления коммит-фа, мы будем еще про это говорить, привести как раз примеры, вот, и чтобы сейчас не рыться, а то время у нас заканчивается. Давайте мы лучше еще послушаем вопросы, если они есть. Значит, домашнее, извините, домашнее задание. Домашнее задание состоит в том, что вы создаете публичный репозиторий, вот, тут мне кто-то советует какой-то лази-гит, да, не знаю, что это такое. Вот, вы создаете публичный репозиторий, публичный, это значит, что его должна уметь git-клонгит-клонить, вы регистрируете репозиторий и вот, 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 вот таким образом его таким образом его регистрируете, вот, и эта штука должна быть пригодна для git-клона, то есть не надо сюда, не надо сюда писать там git от github или что-то такое, потому что меня может в вашей публике так не пустить, а хтп обычно пускают. Вот, вот это домашнее задание. Еще вопросы? Если нет вопросов, то всем спасибо. Вот. И все... Да, мы с вами, видимо, с некоторыми встретимся через пару часов, потому что у нас еще курс по архитектуре. Продолжение следует...